У нас есть предложение, и в первом вопросе он сочетает заявление партий и партий и коммунистов. Затем подготовлено решение обсуждения актов вандализма. Третье – обращение к детским муниципальным советам жителям города Пракут-Утренка в детском муниципальном суде. И также четвертый вопрос – рассмотреть то решение, которое сейчас было рассмотрено, и обращение к детским муниципальным советам. Вы предлагаете включить дополнительность к победам? Четыре вопроса. В чем же начали? Первый вопрос. Я бы рад вас представить на голосование. Ничего есть предложения? Да. Самое среднее. Вопросы номер 65 предлагаемой повестки дня предлагают муниципальный советский день. Техни вопросы. Не по утверждению ответа подозревает только к детской комиссии гимназии, а по рассмотрению их подозревает только к детской комиссии ГИБЛ. И что касается докладчиков, господа Дубинская сейчас находится. Я решила, поэтому докладываю, если вы не против, вводят в саду, в саду, в саду, в саду, в саду, в саду, в саду. Вопросы номер 64-65. Вопросы номер 65. Есть ли предложения? Нет. Вопросы номер 65. Вопросы номер 65. Ормонского. Вопросы номер 66. Я решила, что господина Вагонский предлагает вvocом privacy SPEAKERа 4 вопроса. 1 вопрос. О рассмотрении заявления партий-коммунистов. Второй вопрос. ОбщíbE�ivities окiti n PM,OPE, a large number 65. Вопросы номер 60. Во рассмотрении ответа по попытке программы не у Вас. Оaff brac tel. Вопросы номер 61. Ормоны 66. Н cu. Н cuodor 60 70. Ормонского! Значит, господин Погонский предлагает в победе дня четыре вопроса. Первый вопрос. О рассмотрении заявления партии коммунистов. Второй вопрос. О обсуждении актов анголитов. Третий вопрос. О рассмотрении заявления партии коммунистов по поведению местного референдума. Значит, эти четыре вопросы были предложены Виталием Брониславовичем Комонным. Кто за влечением в победе дня вопросов по предложению советников, представителей партии коммунистов, пошел прозвать. Кто за? Каждый вопрос задерживается. Первый вопрос. Первый вопрос. Заедите. Кто за? Кто против? Пишите, что за заявление? Простите. Заявление просят, как раз. Или вы огласили? Я согласен. Я согласен. Так, как вы огласили. Доклад. Ну что за цель? Вы же знаете, что это должно было быть рассмотрено в комиссии. Чтобы заключить. Это мой цель. Очень устающе. То есть в первый раз проситились. А заявление и декларации не рассматриваются на первое? Вы же, я должен был позавлять заявление. Я должен его сомневаться. Нет. Не нужно принять. Вы же не приняли. Вы же не приняли. Вы же не приняли. Возвращение. Вы же не приняли. За какое заявление я получаю поверь? А какая же проекта или не проекта? По первому вопросу колоссований, кто завтра шел? Кто против? По тему поместу дня заявлений предложенного на тему поместу. Кто-то знает, кто-то знает. Что вы знаете? Проголосуйте сейчас. Я вам поясню. Первый вопрос. Он будет зачитанным заявлением, за которое не голосуют. Вы можете голосовать профи, вы можете голосовать за, но зачитанным это. Зачем мне это предложить? Для того, чтобы я проголосовал, включить его в повестку. Для этого включить надо знать, что это. Вот вы мне дали по повестке тех же материалов. То есть информацию, проект решения и так далее. Я его осмотрел. Прошу вас просто этому голосу. Вы можете проголосовать кто за? Кто против включения в повестку дня этого заявления, о котором говорится сейчас? Кто против? И что? Ну что? Вот это хорошее заявление. Но я тебе дам. Против. Против нет. Против нет. Против нет. Против нет. Против нет. Против нет. Значит, ставлю на голосование второй вопрос, предложенный Коморский. об осуждении рассуждений, объявлений, а этот проект решения. Они и есть в повестке дня. Надо that ответ есть в повестке дня есть. Все парни крыша эти тесты иventисы при этом жителиные действия. Вот так в повестке дня нет. Не то у вас примерно не решение. По повестке дня нет, к следующему вопросу. Он номер, да? Кто созданное предложение, кто голосовал? Кто против? Кто восемь раз? Вы не участники? Но ты их права. Третий вопрос. Вообще предложение Погонски. Включить по месту дня декларацию партии коммунизм. И декларацию? Номером три. Обращение. 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 Кто за данное предложение? Причем голосовать. Обращение всегда в конце. Кто против? Против. 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 Четыре. Двадцать два. Двадцать два. Продержались. Следующий вопрос. О проведении местного референдума. Кто за? Обещание комиссии пришло есть? Мы включим вас по месту. Когда будем рассматривать вопрос по месту, тогда председательной референдуме заложено. Кто за? Двадцать два, да? Двадцать три дня. Двадцать три дня. Простите. Человек, который канавал. Зачем так скажет? Еще раз на вопрос. Еще раз на вопрос. Двадцать три дня. Двадцать три дня. Могу еще раз? Если ничего не хочу. Могу, что я не могу сказать еще раз? Я вам скажу, как это? Кто воздержался? Кто против? Таким образом мы рассмотрели на зрительную референдуме на Багонском. Двадцать три дня. Александр Ильич, предлагаем включить по месту договору. Двадцать три дня. О, председатель. Возвращение кода. Возвращение кода. Двадцать три дня. Насадь Ильич, пожалуйста, скомолируйте вопросы. Словно предлагаете? Я предлагаю изменить, в мою ровку, вопрос, вместо самого возглавления ответа, рассмотрения ходатайства директоров лицея и далее по тексту. И предлагаю изменить предплатчиков, в связи с отдустой, подложить убийство, начальника управления образования, откладывать этот вопрос, полежать кусачек, предпочитать, для них конкретно полицея, не принимайте. Кто за данный предплатчик? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто возглавлялся? Не единогласно. Мы ставлю на голосование предложение поколения. По рассмотрению обращений муниципальных предприятий и публичных учреждений по вопросу управления муниципальными сёрстками ставится на голосование. Кто за? Прошу голосовать. Кто против? Кто против? Кто возглавлялся? Он возглавлялся. Он возглавлялся. Представьте. Значит, переходим к голосованию и подтвердению повестки дня в целом. Кто за то, чтобы повестка дня утверждена. Кто за? Кто против? Кто возглавлялся? Кто возглавлялся? вы против повестка дня утверждена наступаем к реализации повестки дня потому как первый вопрос повестки дня придет заявление партии комиссий фракции уважаемые советники за 2 на 23 июля произошло то, о чем правило неоднократно предупреждало с полного пропустительства комиссариата полиции муниципи радикальных правонарских организаций фашистского полка оскорнили главные памятники Великой Отечественной войны в Пельске мемориал воинской славы и памятник не может не вызывать подозрений в тот факт, что оба памятника находятся на пути в маршрутах ночного патрулированной полиции которая, однако, не сумела или не статела предотвратить все учебности Вандалы настолько не боялись полиции что на мемориале украинской славы они даже развивались как для напитки просто со деньг радовать свою маленькую победу над молдавским народом Считаем, что произошедшее стало закономерным результатом деятельности муниципальных мастериалов полиции Конечно, после того, как 7 апреля в плече 9-го года были сожжены символы молдавской государственности однозначно над зданием президентуры был величин факт соседнего государства и следовало ожидать продолжения борьбы со всем, что характеризует молдавского государства однако в Гельцах, которые всегда отвечали своим принципиальным отношениям к этому вопросу допустить оскорение памятника было просто преступным но помним, что на протяжении последних дней в комиссиях полиция не только не защищала мир и спокойствие в городе, но и занимался расширением пожара запрашивали пионеров и стариков обыскивали церкви, защищали университет до рожда на освобождение памятника в самом центре города где по сути должна дежурить полиция это последняя карта переполнившая чашу нашей терпели фракция ПКРМ в муниципальном совете Бюльц требует отставка руководств администратора полиции которые вместо защиты меры и порядка будут заниматься политическими расправами фракция ПКРМ в муниципальном совете Бюльц считает произошедшим прямым следствием агрессивной антинародной политики артистанских властей альянсового общественного интеграции по наглядному реализующему программу разделения общества по историческому признаку оккупантов веков первых считаем что запрет советские символики и последующие из-за мира маршалу ленинистов в городах компактного проживания а также о свернении памятника это этапы одного пути ведущего молдову к хаосу и гражданскому противостоянию пытаясь отречь таким образом от насущных проблем созданных бездарным управлением власти об опасности которых лишний раз напоминать не приходится все и так знают что с того же с самого начиналась в начале 90-х годов Днестровская война францию партии коммунистов в муниципальном совете призывает всех народных и праведных выставить неверисимо от своей партийной предназначенности свое личное отношение как к этим процессам так и к последнему отдельному факту о скромнении могил воинов в борьбе с фашизмом призываем вас помнить что это что это И в правилах полиции, который сейчас в этот раз, это действительно очень интересный, и в процессе «правильный рост». В этом направлении уже, и уже, и они, что-то, в основном, в основном, в данном правиле, в данном правиле, в данном правиле, в данном правиле, это необходимоцентное Postумение. Если вы 직접 начнете работать в рейтинг. Вернее, что, подставка, с дачами, с номерами, с лопатами, с эфирами, с армией, это выстроится в тр Alliance, а в отношении сингл. Видимо на начество с FARM Априлей. Если то есть, что, мембре древес brightened, Владимир Сокар, В принципе, это не только об massage, но и об помощи, которые по конечному влиянию, это все нравится, как это обезопасно. У них нет,条ки это не очень важно. Проколение. Я считаю, что это была такой, так что, и как-то, противника над органами, на протяжении, например. В скопах реализации, Ваши мнения мы не услышали, вы как, осуждаете, не осуждаете? Я сказал, а это демагогия. Демагогия. Я, как бы, и вовремя, и вовремя, и вовремя осуждает. И хочу сказать, что вандализм – это всегда скорбление, это всегда унижение, это всегда преступление. И акты вандализма, те, которые произошли ночью, и акты вандализма свастиков на еврейских могилах, и акты вандализма, когда обливают памятники Пушкину, Шевченко, или румынским, или молдавским писателям, и поэтому это всё акты вандализма. Я думаю, что мы все рассудим акты вандализма, потому что не один нормальный человек не согласится с тем, что это ведёт к какой-то политической правде, таким образом можно доказать свою позицию. И здесь, я думаю, что особых разногласий у нас не будет. Что касается предложения комиссаров полиции, вы знаете, вопрос мы поставили достаточно серьёзно, но мне кажется, что работа комиссара складывается не только из того, что произошло, это трагедия, это обидно, но и из многих вопросов, которые он решает в своей текущей работе. Сейчас наслажден новый министр, давайте мы дадим ему возможность решать пока. Никто не запрещает советникам внести предложение, но я высказываю своё мнение. В то время нужно понимать, что от актов вандализма ни в одной стране нет защиты. В многих странах, в том числе Западной и Европейской, такие акты происходят. Но цель полиции расследовать, выяснять, кто это сделал, находить этих преступников и наказывать их. Если прошло три дня, мы не дали возможности даже полиции подготовиться, чтобы именно здесь у нас даже делать. Чем они занимаются? Они занимаются вопросом? Я надеюсь, что да. И у нас в городе резонансные преступления, наверное, будут другие. Откуда мы возьмём столько комиссаров, если мы по каждому вопросу будем требовать замены комиссаров полиции? Поэтому я предлагаю в этом проекте постановления, которые есть, тут два и три один брать. Это следующее вопрос, который выяснили. Ага, я могу здесь не позже, да? Спасибо. Спасибо. Ещё одна вещь. Пожалуйста, советую. Уважаемые советники, очень обидно, когда высказывание советников на осуждение о вандализмах называют демагогией. Я считаю, что сегодняшнее заявление, декорация очень своевременно прозвучало. Я считаю, что от меня это даже слишком много для того, чтобы назвать именно тех, кто это сделал. Сколько нужно, вы считаете, господин Петров, вредни, чтобы найти людей, которые занимались в этой деятельности? Вы просто скажете, я не специалист. Правильно. Вы не специалист, но я считаю, что трое суток прошло. Вы специалисты. В нашей стране я тоже не специалист, я гражданин, я живу в этом городе. Я хотела, чтобы эту работу проводили как можно профессиональнее и как можно быстрее. Сколько нам дождать, чтобы назвать техникум? Вот это и есть демагогия. Вот это и есть демагогия. Это не профессионализм. Спасибо. Есть ещё желающие? Есть желающие? Малодрительно. Пожалуйста. Ну, я хочу просто конкретику господину Петрову задеть. Потому что, вы понимаете, демагогия – это очень просто даже скопительно для всех сидящих членов Совета. А для жителей, которые у каждого погибли, я даже не знаю, как это назвать. Это кощунство просто. Но, вот когда он сказал, что тут не было фактов, а надо доказывать. Но, вы знаете, когда хватали священников, когда приходили к священникам, там вообще тоже фактов не было. Но полиция сработала в 24 часа. И, извините меня, ничего тоже не нашла. Но почему-то сработала. Какой-то наводки, по каким-то слухам, по каким-то… А тут и фактически это не угрожало никому никакой жизни и никого, как говорится, официально не оскопляло это. Просто по слухам рейдов. А тут произошел такой случай в эпилючей центре города, на глазах у всех, извините меня, и почему-то, по какой-то там причине, кто-то неизвестно где-то был… Да, мы не можем начальнику полиции, где он не подчиняется совершенно к нам. Но у него есть сами, есть непосредственно люди, которые отвечают за правопорядок в городе. Извините меня, мы власть в городе, и мы им право потребовать, извините, что же тут такое делается. Поэтому я считаю, что такие заявления – это просто кредальность этих людей, которые нас слышат. Да, пожалуйста, советник. И начались, после этих автовандализмов, почему-то коммунисты начали вызывать полицию на допросы. Надо на допросы было начинать вызывать тех вандалов, которые сидят у нас, коллеги здесь наши, которые снимали памяти Кленина в Рыжкане, участвовали, которые памяти Кленина ночью демонтировали, когда-то это было. И кто-то статью в газете «Голос Белт» писал, что мой отец воевал и защищал Родину. А теперь какие интересы представляют? Надо тоже доказательства какие-то. Прокурор должен выступать или кто, или комиссар. Вот с кого начинать нужно все эти дела. А автовандализм отойдут до наших кладбищ, где у нас захоронены наши родные и близкие, где начнут снимать памятники, эти обелиски и так далее и тому подобное. Это кажется шаг. Хотят сейчас спустить этот вопрос, это все легко и просто. Пусть родители наши встанут здесь рядом с нами и скажут, правильная политика идет, правильная идет жизнь в городе, правильно мы к этому делу относимся или нет. Вот с чего начинать нужно. Молчите. Потому что нечего вам против сказать. Да, господин Ларкович, у вас есть дело. Рыжканы сморят в порядке. Браво. Молодцы. Браво. Браво. Продолжение следует... 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 Есть проект решения, комиссия, не комиссия к этому вопросу. Вы поддерживаете этот проект, и я думаю, что мы положительное заключение. Мы ставим на голосование, что сейчас в течение данного проекта. Обсудателем? Обсудателем? Прошу, поздравляю. По первому, вы закрыли, закончили вы, где есть выражение. А вы? По первому, да. По второму, вы не голосовали. По второму вопросу. По второму вопросу. По второму вопросу. Да, по второму. Комиссия дала предложение. Уважаемый коллег, уважаемый присутствующий. Исходя из того, что в первом вопросе я должен успел выставить и завести это сведение и вас, и наших граждан, жителей города Бельси, о том анализе, который был у нас в городе Бельси. Я бы хотел подчеркнуть вкратце это и обращаюсь к нашему населению, к гражданам города Бельси. Помимо того, что у нас есть органы, которые выполняют функции порядка, правовая в этом городе, есть у нас, конечно, гражданского общества. И я обращаюсь ко всем жителям города Бельси. Не может быть такого, чтобы никто не видел, кто выполнил вот эти вот функции вандализма на те памятники, о которых вы говорите. Кто-то же видел в любом случае. И обращаюсь к тем, кто видел, к нашим гражданам, к нашим величанам. Пожалуйста, вы знаете об этом, вы видели, тайно какая не может быть. Обратитесь к администратору, обратитесь к прокуратуру, обратитесь к приварению, обратитесь к любому советнику и дайте информацию, которую вы видели, кто это произвал, кто это сделал, какие люди и когда это было сделано. Я думаю, в том случае, наша полиция, наши органы, они примут решение и так далее. Это будет, наверное, более емкое, более решительное определение тех лиц, тех граждан, которые этим занимают. И тогда, в таком случае, уйдем от коллегии, которые начинают какую-то борьбу по информированию, да, или политтехнологии применяемые. Это сделали коммунисты, это сделали унионисты, это сделали другие клетки. Не может быть в центре города стоять памятники, чтобы наше население не видело, кто это сделал. Еще раз обращаюсь к нашим городу Бельце, кто видел, обратитесь к любому органу власти, которые присущи на территории муниципальных гостей. И да, и пускай это будет не объективно, но может быть кто-то боится, тогда он может дать ее просто в закрытом виде, позвонит и объяснил, что это было, что было тогда. Это что касается, кто-нибудь был, где не спел, в данном случае, в данном случае, вопрос по первому докладу, обращению господина Повонского о партии коммунистов. Ну, хочу продолжить. По второму вопросу. У меня есть предложение. В предложении сегодня я хочу предложить о том, что... Наверное, надо начать о том, что у нас мало того, что жители города Бельце не все знают, наверное, не хочу обидеть никого, но сама молодежь не знает того, что у нас размещается на территории муниципальных гостей. И, к сожалению, вот почему я уверен, что есть ряд градусов, особенно молодого поколения, которые не знают какие памятники, какие памятники...